Привет! Это долгожданный всеми разбор проектов подписчиков, которые вы прислали мне на e-mail. Всего пришло больше 190 писем. Естественно, в этом видео мы все проекты посмотреть точно не сможем. Так что, если вам это видео понравится, то вы ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. И еще, это первый раз, когда я снимаю подобного формата видос, так что тут два факта. Первый факт. Это видео будет долгим, и я совершенно не завидую своему монтажеру. Вот только Стаса спрашивал, забыл, что монтажер это он сам, только в будущем. Второй факт. Я пока сам точно не знаю, каким это видео будет. Так что, если вы его посмотрите, у вас будут какие-то технические замечания или предложения, все это можете писать в комментариях. Я постараюсь учесть все. Ну и первый проект у нас. Буквально первый проект, который прислали на e-mail. Стоит, наверное, наушники надеюсь. Угу. Типа Hyperpop или что? Или где? Катастрофически долгое вступление, конечно. А дроп у нас, получается, будет... Первое, чем мы займемся, дубликат арренджмента. И в новом уже мы уберем вот это. Вот этот кусок поставим уже вот сюда, чтобы было вот так. И... Всю вот эту часть мы тоже убираем. Давайте сделаем его покороче, но поинтереснее. Это отключим. Займемся вот этим кусочком. Делаем его уникальным. И опустим на 12 полутонов на октаву типа. И... Мощи не хватает. Что мы можем сделать здесь? Запилен низ. Ну, сильновато, честно говоря, запилен. Давайте его немножко вернем. Хотя бы. Чтобы было еще интереснее. Быстренько какие-нибудь стомпики. И давайте вот этот. И вот этот у нас будет развернут, допустим. Так, реверсим его. Ставим вот на это место. Эти два как-нибудь вот так. И сразу... Ага. Только вот этот стомп надо укоротить и уменьшить громкость. Ну, и давайте какую-нибудь разлетающуюся фигню типа Крэша. Хотя бы вот такой. А что у нас на мастере? Софт клипер. И компрессор. Нет, это, конечно, все здорово. Но мы обойдемся простым клипером. Теперь что там по балансу? Потому что здесь у нас бас мощный и огромный. А здесь он... И давайте поменяем этот кик. Как минимум у него вот тут вот какая-то фигулина есть. Возьмем стопудовый кикшот и гуат. Hard. Но не совсем здесь нужен этот дилей, конечно. Так, а зачем нам две одинаковые партии? Давайте одну из них уберем. Нужно все сбалансировать. Добавим какой-нибудь такой клэп. Только убавим его. Нет, много. Везде очень много не заотрезано. Не надо так много не заотрезать. Совершенно точно не надо. Сделаем сайдчейн. И такой же сайдчейн кинем на канал со всеми инструментами. Пойду-пойду просто на дикие меры. И я выпилю сайт составляющую. Частично из мелодии. По крайней мере снизу. И немножко засатурируем ударные. И вот именно на ударные тоже дадим немножечко ривера. Но сильно много давать все равно нельзя. Я, конечно, не волшебник. Мелодию я тут поменять не могу. Но, по-моему, так стало повеселее. Еще непонятно зачем. Был убавлен мастер. Этого делать не надо. Достаточно повесить какой-нибудь вот клипер или клипер. Ну, вот, по-моему, стоило буквально сократить вступление в 4 раза. Потом добавить пару эффектиков. И уже в целом заиграло поинтереснее. Давайте посмотрим, что во втором проекте. И, скорее всего, поскольку Макс Ибрагимов прислал нам FLP, а не ZIP, то у нас ничего не откроется. Он локейтит, локейтит, локейтит. Но ничего, не налокейтит он. Потому что у меня эти звуки, скорее всего, даже есть, но лежат просто в других местах. И поэтому, когда присылаешь проект на разбор, то надо будет файл экспорты как ZIP-проект отправлять. Оу. А звучит он неплохо. Оу, нет, нет, нет. С OpenHeadом так делать нельзя. Даже так нельзя. Давайте хотя бы, хотя бы вот так. Уже какая-то пульсация, какая-то динамика, какая-то жизнь появляется. Ну, блин, качает. Ну, тут ATA Turban, который даже я уже перестал использовать. Я поменял сэмпл на вот такой вот из MZ. По-моему, звучит поприкольнее. В чем большой минус вот такого вот сайдчейна, когда мы автоматизируем просто ручку громкости? В том, что мы не можем нормально регулировать громкость. Но уже стоит нам ее убавить, как начинается вот такая дичь. Вот на OpenHead'ах вот такие вещи делать, ну, совсем необязательно, если там, конечно, нету ярко выраженного низа. А если он есть, то, возможно, стоит задуматься о том, стоит ли использовать такой хэд. И если очень хочется сочетать вот такие звуки, такой очень большой звук и очень маленький звук, то самый лучший способ это сделать, это один из них немножко за лоупэси, типа... Резко появилась атмосфера, осталась от основного звука, но при этом появилось место для GMS. Но вот этот хэд, конечно, это интересный подход. Давайте просто закрытый какой-нибудь подкинем. Так, и, например, вот так. Может, другой хэд подойдет сюда лучше. Давайте в два раза замедлим открытый хэд вот этот. Вот, это то, что нужно. А этот прибавим. Так, идете фильтр, мы автоматизируем, чтобы он врубился там, где у нас появляется GMS. А все остальное время будет выключено. Да, весь мой разбор будет сводиться к тому, что я буду вешать вместо soft-клипера G-clip на мастер и наваливать громкости, и все. Я считаю, достойный видос. Заслуживает лайка. По-моему, так звучит уже чуть прикольнее, чем было. И дальше у нас Kizaru Big Baby Tape Type Beat. Интересно, что там такое интересненькое. Контакт с какой-то библиотекой, которой, возможно, у меня нет. А контакта Portable у меня нет. И Tonal Balance Control 2 у меня тоже нет. Чё? А где звук? А, понятно. Pro-L только триалка. Так что сделаем всё просто клипером. А вот струнные у меня не играют, потому что у меня нет этой библиотеки. ДБ, чё-то знакомое. Не могу вспомнить. Да блин, да нормальный бит на самом деле. Этот бит реально Big Baby Tape Type Beat. Тут ничего больше придумывать не надо. Он звучит хорошо. Даже при условии, что у меня половина эффектов не открылась. И есть вероятность, что без этих эффектов он даже звучит лучше. Не, реально, и по балансу, и по всем моментам прикольно звучит. Это хороший бит. А мы идём дальше. И раз уж ты досмотрел до конкретно вот этого момента, то я предлагаю тебе подписаться на канал. Потому что если это видео показалось тебе интересным, то другие видео на канале тебе точно так же понравятся. Так что прямо сейчас под это видео перейди. И нажми кнопочку подписаться. Так сказать, сделай красную кнопку серой. Продолжаем. Проект Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Точнее Аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ууу. Вот эта тема. Я думаю, что это такое знакомое? А это же... Это же простоквашина, боже мой. 40 лет вспоминал. Вот тут бас не в ритм. Вот так лучше. Пофиксил. Короче, это волшебная, шикарная, прекрасная работа. И ставь лайк, если смотришь после нового года простоквашина. Так, и тут у нас ждёт проект, который я просто не могу проигнорировать. Е-бой 228. И... И дроп. Заманили е-боем меня. Заманили е-боем. Бас не очень. И он не очень в тон местами. Так, давайте по первым делам заменим 808. На что-нибудь из MZ. Если наоборот. Мне больше нравится сверху. А если так? Давайте подкидаем сюда каких-нибудь ещё ударочек пока. Вот я типа сделал какой-то лёгенький балансик и поменял нотки баса. Но попробуем вот этот звучок. И ещё я хочу чё-нибудь подкинуть на snare всё-таки. Чтобы этот чоп постоянно не звучал, потому что он, мне кажется, уже всем приелся этот самый чоп-снэр. И немножко дадим громкости. Мелодия дальше меняется. Ясненько. Ну да, ну да. Пошёл я на хер. Ну давайте чё-нибудь как-нибудь разнообразим всё это дело. Make unique. Плинк на октаву вниз. Как это будет звучать тогда? Этот сэмпл, как я уже показывал, я опустил на октаву вниз. Вот этот наоборот поднял вверх, который был в начале. Вот этот. Добавим сюда вот этот чаймс. А если его под бас выставить? И ещё вот на этот сематикс я накинул тремолатр. Вот этот дрожащий звук, чтобы появился. Тремолатр на 1.32. И давайте сделаем его Create Automation Clip, чтобы он играл у нас только вот здесь. Сэмпл прикольный, конечно. А вот Saturn вместо Retro Color. Шифт подкручиваем на хетах. Звучание снэров. Чё-то мне не нравится. Давай чё-то снэр укоротим. А если прилейерить сюда клэп ещё какой-нибудь? Будет ли веселее с клэпом? С таким точно нет. Нужно какой-нибудь другой. Вот так. И громкость добавим. То, что нужно. Ну раз пошло такое дело, давай символ тоже какой-нибудь. Маленький символ подкинем. А это слишком большой. Вот, вот этот. И Open Head. Да. Ну и вот. Можем сюда дать какой-нибудь типа тремоло. Stretch отключен и... Если мы переключим с транзиента на дженерик. Я, короче, люблю всякие разные тремоло. Давай смотри, попробуем. По-моему, прикольно. А здесь делаем не тремоло, а просто типа такие паузы. Буквально несколько изменений. Добавили чуть-чуть клэпов, пару эффексиков. Сбалансировали громкость. И всё стало поприкольнее. Так, Богдан Иванов утверждает, что его Кент сказал, что это бенгер. Так что мы просто обязаны заценить. Ооо, всё чёрное. Потому что мы делаем стильный звук. Которым мне не хватает буквально пары плагинов, которые довольно конкретно меняют звучание. Ну давайте предположим, что и так всё нормально. Так, у тебя вообще все ударные приходят на один канал. Ну не знаю, насколько хорошая идея кидать бас-киком туда. Кэта в основном сделана из этого лупа. И они как-то тиховаты. Так, а сюда давай подкинем ретер-колор. Нагрязнит он, конечно, немного, но зато будет симпатично. Вот тут прикольно, что вот есть вот этот подход в виде деталек маленьких, которые очень прикольно звучат. Ничего из этого у меня нету на мастере. Но как же сильно он выбивает сэмпл. А зачем? Не, ему не надо низ поднимать. Не. У нас же есть бас. Зачем сэмплу, в котором куча низа, поднимать низ, а потом его опускать? Типа вот это сомнительное решение. Скорее всего, вот эти мердые мелоди сделают какую-то штуку прикольную, которую я не слышу. Но мне хочется, чтобы на этом сэмпле какая-то такая прикольная штука была. Начнем экспериментировать. Вот, как-то так. Чтобы было меньше тела у этого сэмпла, чтобы было больше воздуха и громкость немножко прибрём. И я знаю, что меня еще здесь раздражает. Сайт. Вот это. Тут внизу в сайде, у нас внизу должен в сайде быть бас. Ну вот я имею в виду не в самом низу, а вот примерно вот в этой области. А здесь слишком много сэмпла. Вот так лучше. Вот буквально чуть-чуть мы его прибрали и все, уже стало чуть поприятнее. Я имею в виду в миксе атмосфера стала поприятнее, потому что сэмпл стал занимать чуть меньше места и чуть больше места отдал басу. Ну здесь уже ритм немножко как будто бы съезжает. Здесь изначально была проблема, по-моему, в том, что вот такие всякие приколюшки, они должны быть немножко выведены, потому что они зачем еще иначе нужны, чтобы немножко цеплять с собой внимание. И здесь на голосе было очень много низа. И причем не просто низа, а низа в сайд составляющей. Если его не прибирать, то бас, который есть в нашем бите, он сразу мылится очень сильно. Финальный на сегодня проект, потому что у меня заканчивается пленка в моей кинокамере. Lights of Night City. Короче, Synthwave. Надеюсь, это будет что-то прикольное. Сказано, что почти все на дивах. И у нас просят прощения за плохой мастеринг. Ну посмотрим, насколько он плох. И у меня Pro-L точно так же. Триалка, так что приходится его отключать. Что-то есть. Ну а где вот объем, мощь, где? Давайте подкинем что-нибудь в кик прикольное. Как будто баса не хватает. Хочется, чтобы вот этот бас басил посильнее. Во. Вот просто эквалайзером я поднял. Это плохой подход. Не надо так делать. Нужно просто подбирать более прикольные басы. Ну и на самом деле громкости еще не хватает. Тут был L2, который ее наваливал. Я прилейрил сюда еще один басец из серома. Здесь, мне кажется, более глубокая такая проблема. Например, тут есть хай-хэт, который вообще не слышно. Это плохой хай-хэт. Давайте поищем хай-хэт другой. Вот такой. Такой подход гораздо лучше. И вот. Вот хотя бы жизнь появилась. И второй. Вот как-то так. Бас басит чуть сильнее. Ударные чуть лучше пинаются. Вот как-то вот. Мне кажется, такой звук чуть получше. Ну и появились какие-то хэты, которые добавляют жизнь. Ну и, наверное, на этом первую часть можно закончить. Если вам этот ролик понравился или показался интересным, каким-то забавным, или вы увидели в нем что-то полезное, то смело нажимайте лайк прямо под этим видео. Если лайков будет достаточно много, и как я просил в начале ролика, вы посоветуете какие-то интересные идеи для подобных вот видосов, то, конечно же, продолжение будет. Так что жду вашей реакции. С вами был Стас Гарфпрод. Надеюсь, вы уже подписались на канал, а если вы этого еще не сделали, то прямо сейчас рекомендую это сделать. Нажмите на всплывашку на экране или перейдите под это видео. И надеюсь, вам было интересно. Жду вас в следующем видео. Пока.